МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приз – романтическую прогулку на яхте. У Инги наступает кризис. Эту ночь она может не пережить. На паркет приглашаются призеры чемпионата Светлана Желнова и Петр Ростов. Студия «Альтаир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, Александр Владимирович. Я вам очень признательна, что вы помогли Полине. Ну что, вы что, Виктория Сутослановна, вы же знаете, что я могу отказать американскому президенту, генеральному секретарю ООН и даже папе Римскому. Но только не вам. Да. Просто Полина для меня очень важный и ценный объект. Как для профессионала. Она вписала главу в мою диссертацию. Подход циничный. Но медиков по цинизму не портит. Как только вы закончите свой визит, я вас дамчу домой с ветерком. Ни в коем случае. Я всегда передвигаюсь пешком. И это правильно. Ну, так, только без глупостей. Здравствуйте. Ну-ка, лежать. Если дорожишь своим профессиональным будущим, я очень рада тебя видеть. Мне думается, что мы должны познакомиться ближе. Если ты удалась в мать, могу тебя поздравить. Бабуля, ну и ароматы. Ну-ка, признавайся. Рецептик, небось, у своих революционеров одолжила. Приезжал бы ко мне почаще ты, так я б тебя откормила. Ба. Ну, нынче толстые – это не в моде. Сейчас все помешаны на худобе. Ну, кто-то просто голодает, а кто-то пьет китайские таблетки с глистами. Да, бабуль? Нет, мне к тебе чаще приезжать нельзя. Вредно. После твоих пирожков никакие глисты не помогут. Фу, мерзость какая. Мелишь, не знам, что язык без костей. Э-э-э-э, ты руки мыл? Ну-ка, давай садись. Ба, ну вот кто мне без тебя напоминает? Напоминает. А вот ты мне сейчас об этом и расскажешь. Ну-ка, держи. Что я, сериалы я не смотрю? Угу. Да, сплетни. Какие у меня сплетни? Духа о моих стариках, пенсионерах. Так неинтересно, скукотища. А вот, ну-ка, ты рассказывай мне про любовь. Так, чтоб с подробностями. Мы – княжинские, старая дворянская фамилия. И когда я даже вышла замуж, я не поменяла, чтобы передать сыну. Жили мы, правда, бедно, но с достоинством. Помню негодование мамы, когда я принесла из школы ботинки, купленные мне, как дочери инвалида войны, родительским комитетом. «Никогда моя дочь не будет поберушкой», – заявила моя гордая мама. Да. Я знаю, что при вас школа называлась «Большой вальс». – Ну? – Ну, хорошо. Слушай, побудь самую последнюю сплетню. Значит, дело было так. Ко мне обратилась одна олигархическая особа. Ее муж обнаружил пропажу фамилии драгоценности, представляешь? А она подарила эту бриллиантовую штуковину какому-то своему любовнику. Ну, особо ко мне обратилась, зная, что я не смогу отказать прекрасной даме. Абуль, ну, ты мне положи еще, что ли. Сейчас, 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 сейчас. Давай, давай, все, давай. Ну, так вот, я прямиком направляюсь к этому любовнику, веду, так сказать, разъяснительную беседу. Я думал, типа, дорогой товарищ любовник, тело пахнет керосином. Подарочек надо развернуть, а то сейчас нагрянет. Муж и сам заберет. Ну, ты же знаешь, любовники – они народ, ну, пулевые. Ну, сразу. И драгоценность вернул. Абуль, дама. Благодарил меня любовью. Значит, дама – это была Анна Австрийская, любовник – герцог Бекингем, а ты, значит, Д'Артаньян. Бабуль, ну, я тебя не понимаю. Вот как с тобой можно сплетничать? Ты же все знаешь. Ну, это отдельная история. После войны к нам завезли трофейные фильмы. И вот я посмотрела американский фильм «Большой вальс». Больше никогда в жизни я не была так потрясена. Вокруг нищета, разруха. А на экране поет и танцует божественная милиция Кориус. Ну, как танцует? Снежно-белое платье, все в пене кружев. И эта красивая любовь между ее героиней, Карлой Доннер и Штраусом. И эта сказка Венского леса. Пам-пам со шляпой. Боже мой, до сих пор мурашки бегают по коже. Вы так рассказываете, что мурашки по коже бегают и меня. Десятилетняя девочка. Я буквально заболела танцем. Я танцевала везде и всегда. Ну, а когда взрослая организовала свою школу в нашем городе, то назвала ее как? Большой вальс. Ну, а когда отошла от дел, Марина назвала ее по-современному джайф. Хотя мне очень жаль. Кому это ты целыми днями мотаешься, а? Вот как не позвоню на спасалку, говорят, нет, его уехал. Это раньше-то ты целыми днями в воде отмокал, а? Короче, веди ее сюда. Чай пить будем. Бабуль, обязательно приведу, но только попозже. Девушка ножку повредила, мы ее лечим. А она из наших или отдыхайка? С каким презрением ты говоришь, отдыхайка? Ну, между прочим, я у тебя тоже отдыхаю. Ой. Ладно. Милый мой внучок, я тебе сейчас скажу одну мысль, а ты постарайся ее запомнить. Бабуль, весь внимание. Вот если ты собираешься с девушкой серьезно встречаться, то езди по городу с еще тремя, а? Девушка узнает, и ей это может не понравиться. Бабуль, кто тебе это сказал? Ну, бдительные товарищи сообщили. Хорошо. Можешь не переживать, потому что эти девушки приехали сюда работать. А я просто как местный житель помог им хорошо устроиться. Так что сейчас ими занимается администратор. Я предупредила. Ну, я пошла, детка. Спасибо вам большое за то, что вы уделили мне так много вашего времени. Будь просто не говори глупости. Ужасно хочется посмотреть, как ты танцуешь. Ты знаешь, твоя мама в таком возрасте была неподражаема. Пластична, одухотворенно, сжигательна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, а для меня Борька, как инопланетянин. Со мной всё ясно. Технарь и всё. А он личность творческая, яркая. Как же вы тогда общаетесь? Да не знаю. Вот так вот и общаемся. А я в детстве постоянно за Борькой хвостиком бегала. Он в футбол играть, а я за ним. Он курить с мальчишками за сара, и я туда же. Ты знаешь, это, конечно, не моё дело. Ты можешь не отвечать, если не хочешь, но что у тебя со здоровьем? Да ты не волнуйся, я уже привыкла. Мне не больно отвечать. У меня сердечная недостаточность. И нужна операция, которой тоже никто не знает, поможет ли. А мама говорит, что мы выбросим деньги на ветер, а я так и останусь на всю жизнь инвалидом. Ну и что это было? Ты даже не досмотрела до конца. Я этот танец смотрю десять раз. А я танцевала, между прочим, лучше, чем всегда. Где твой Книжинский? Психонок ушел. Это ты его дырала! Спасибо. А ты не кричи на меня. Ты кто такой, что по мне кричит? Я тот, кто делает за тебя всю грязную работу. И тот, кто готов ради тебя на всё, что угодно. Милая, ты делаешь это не бесплатно, очень даже не бесплатно. А сверх меры ничего требовать не можешь. Вот так вот, да? Значит, своё последнее задание будешь выполнять сама. Мне это всё кажется странным. Что именно? Ну, то, что Борька сорвался, улетел в другой город. Да ему и жить-то негде. Ну, почему странным? Может, ему в своём городе жить надоело? Нет. Ему позвонили. Я случайно услышала. Ну, вернее, позвонила какая-то женщина к нам домой. Но она не представилась. А Борька сразу заволновался. Сказал, что вылетает через три дня. По звонку-то было похоже на межгород. Я его спросила, кто это был, но он ничего не ответил. Поднял меня, закружил. Сказал, что теперь он потенциально богач. Его кто-то сманил хорошим заработком. Так? Да, он всегда рассчитывал на хорошие шальные деньги. И, видимо, он их получил. Борис! Ну, остынь-то, Кипяток. Мы ему ещё покажемся. Вы же завтра уезжаете. Знаешь, к сожалению, он сюда будет возвращаться. Поэтому мы прощаемся. Не надо. Света, ты пойми, мне нужно найти лучшего доктора для моей сестры. Но я рассчитывал на твой аванс. Милый, ты становишься ненасытным. Лучше бы это чаще происходило в постели. Мир? Мир. Мир. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я не могу сейчас говорить. Все позже. С возвращением, дочка. Ага, вот и славненько. Дмитрий Михайлович, вы можете идти домой, заниматься своими делами. Прошу. Она пришла в себя, и это главное. А нам нужно сделать ряд процедур. Отлично. Пульс отличный. Молодец. Молодец, девочка. Молодец. Мань, ну что с ним? Все время нет сигнала и нет сигнала. Борька, я так тебя ждала. Как настроение? Ну где ты ходил? Ну вообще, ну где ты ходишь? Привез нас сюда и бросил. Мам, не ворчи. Ты же у меня хорошая, добрая, нежная. Напоминаю. Оставь нам, пожалуйста, денег. Мам, ну я вчера оставлял. Ну вот, Боря, вот, ну ей-богу, вот ты меня удивляешь. Ты нас сюда привез. Здесь дорогие лекарства. Я все деньги потратила на Маню. Все, мам, я все понял. Все понял, все оставлю. Борька, ты бы как-нибудь забежал к нам вечером. Мы бы болтали, тогда мы не увиделись. Я обязательно забегу. Просто мы сейчас времени нету. Слушай, а хочешь, я тебя возьму с собой в клуб? Позьмешь, как народ тусуется? Позьмешь, как я работаю? Очень хочу. Тогда она никуда не выходила. Я против. Потому что там духота, там музыка вот так вот гремит. Ей нельзя долго стоять на ногах. Ну, 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 Боря, ну ей-богу, ну что ты вообще? Мама, ну я там свой человек, не будет она нигде стоять. Я ее посажу в уголке и все. Ну, о, а я тебя посажу за диджейским пультом. С диджеем. Где лучшие тусовки на клубе? Где лучшие девчонки на клубе? Ну OK, ну очень basketball. Что? Маня, 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 ну-ка сядь, спокойно. Спокойненько, сядь. Сядь, сядь. Ну-ка, дышь. Давай. Спокойно, 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 спокойно. Вот, Боря, ну вот вечно так с тобой, ну вот вечно так с тобой вот, ну пришел, понимаешь? Все, все, вот так вот для дном перевернул. Сейчас улетишь, а мне потом возить. Понимаешь, Маня вызвать скорую? Тебе. Сейчас, отдышь. Все, давай, ну-ка, еще спокойно. Всё? Не могу прям. Борька, так тебе завидую. Так хотела бы танцевать с тобой. Будешь. Я тебе обещаю. Я выдам тебя замуж за своего лучшего друга, и ты мне нарожаешь кучу племянников. Договорились? Да. Немцов мне очень понравился. Молодой, серьёзный, талантливый врач. Я говорила с пациентами в санаторий, все от него в восторге. Говорят, он поднимает на ноги даже очень тяжёлых. Очень хорошо. И что? Я когда Полинку ждала с процедур, я слышала, как шепчутся медсёстры. Представляешь, он, оказывается, не женат. И мне в голову пришла мысль. Будьте за него замуж. Значит, Нежинский больше нам не нужен. Ну, знаешь, я думаю, нам нужно прекратить общаться, раз все разговоры у нас сводятся к Нежинскому. Игорь, мы сейчас поссоримся, я этого не хочу. Извини, вырву их. У нас с тобой дочь умница, красавица, на выданье. Рядом с ней сейчас такой хороший человек. Лечит её, заботится. На редкость положительной. И хорошо, по крайней мере, не придётся от него сюрпризов никаких ждать. Вот бы был такой жених у Полинки. Так, осторожно. Значит, я себя ощущаю какой-то хромой козочкой. А я себя ощущаю пионером, переводящим старушечку через дорогу. Осторожно, бабушка, не ушибитесь, не спот... Ну, ты чего, не обижайся. Ты помогаешь осуществить мне мою давнюю мечту детства. Какую это же мечту? Какую мечту? В третьем классе у нас у каждого был дневник добрых дел пионеров. Ну, вот и наивысший балл ставили тому, кто перевёл через дорогу бабушку или дедушку. Да. Ну, замечательно. Я думаю, что ты в этом преуспел. Я по себе сужу. Не-не-не-не. Лучшим всегда был Толик Раевский. Он умудрялся за час по двадцать бабушек переводить. Они от него во всем районе шарахались. Да замечательно. А что же предпринял ты? Ну, для начала я уговорил своего дедушку оторваться от газеты и пойти со мной погулять. И каждый раз, когда мы переходили через дорогу, я аккуратно брал его за ручку. Вот так вот. И максимально старался помочь. И твои успехи были оценены? Не-не-не. Я тогда перевёл через дорогу своего дедушку всего тридцать раз. А Толик Раевский, свою бабушку Тоню, тридцать семь. Слушай, так, всё, перестань. Иначе я точно споткнусь, упаду, сломаю ногу и всё же точно будет знать, кто перекрыл мне дорогу к танцам. Осторожно. Наташа. А не рано ли ты задумалась о женихе для Полины? Нормально. Ну, по сути сам, наша Полинка, кроме института и танцев, нигде не бывает. Там она никого не нашла. Шоши, весь век в девках просидеть. А ты не хочешь с ней об этом сама поговорить? Хорошо. Я с ней поговорю при случае. А ты пока присмотрись к этому доктору Немцову. Скажи, а как ты думаешь, Книжинский уехал? Я об этом не думаю. Осторожненько. Тихо-тихо-тихо-тихо. Оля, Оль, привет. 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 Я вижу, ты почти танцуешь. А, да. Знакомьтесь, это Данила спасатель, то есть мой спаситель, а это Серёжа, мой друг детства и мой партнер по танцам. Отлично, партнер. Давай договоримся. Я тебя учу на рециквалангом, а ты мне показываешь хотя базы танца. Как тебе такой бартер? Танцевать тебе зачем? А тебе зачем? А меня Поля попросила, у неё в танц-школе партнёра не было. Я по той же причине. Ты знаешь, Полина так зажигательно говорит о танцах, что я тоже подумал, а не зажечь ли мне? Поля, ты что этого хочешь? Ну, вижу. Друг детства настроен ко мне с предубеждением. Пойду поговорю с Шуриком. Друг, надеюсь, ты поможешь Полине? Серёж, ты что на человека насыпался? Ты его совсем не знаешь, что ты себе позволяешь? Оля, ты его машину я видел ночью, когда тебя сбили. Я поняла. Это у тебя новая тактика. Будешь мучить меня к Книжинским до тех пор, пока я вас обоих не возненавижу. Скажи честно, я тебя сегодня чем-то обидела? Нет. Просто ты ведёшь себя очень странно и неадекватно. А я ищу причину. Среди известных мне фактов. Павлов, ты добьёшься, что я тебя разлюблю. А в моих глазах ревность – самый страшный грех. Древний мужчина противен. Ну да-да. Я знаю, что стал тебе противен. Только не из-за ревности, а с тех пор, как появился этот. Я не знаю, чего ты добиваешься, но ты добьёшься, что я… Да ты никуда не уйдёшь. Тебе просто некуда идти. Павлов, если я уйду, то никуда. От кого? Мам, нравится? Да, очень нравится. Кто пришёл? Здорово, кто пришёл? Кто пришёл? Это мы. Здорово. Спасибо. Как? Хорошо. Чего ж ты нам никогда цветочков не подаришь, а? Потому что я у вас и так подарок судьбы. Правда? Отнеси, пожалуйста. Паша, отнеси, пожалуйста, пакеты. Я тебе помогу. Мам, кстати, я договорился с Пашкой, и ты можешь спокойно его загружать походами за продуктами. Он не против. Да? Я знаю, почему он не против. Так вот я единственное не пойму, зачем ему нужен мой больной ребёнок. Мам, ты думаешь, Маняша приятно это слышать? Я могу тебе объяснить, что с таким диагнозом, как у Мани, она никогда не сможет стать ни здоровой матерью, ни женой. Я не хочу, чтобы мой ребёнок обольщался, строил себе планы, которые никогда не сможет осуществить. Я мать, и я знаю, как мне её уберечь. Мама, её не уберегать нужно. Ей надежду нужно дать. Пойми, чтобы организм боролся. Только тогда она сможет победить. Ну тогда узнай про больницу. Узнай про больницу. Ты же не знаешь, почему я такая нервная, почему я такая вся издёрганная. Я пять лет не сплю по ночам. Пять лет я подхожу к своему ребёнку, подношу руку и всё время смотрю, дышит он или нет. Мам, ну я же тебе пообещал, я завтра всё узнаю про больницу и тебе доложу, ну. Подожди, то есть ты что, хочешь сказать, что я Данил? Оля, ничего, я не хочу сказать. Я просто видел эту машину ночью на подъезде к твоему дому. Я погнался за ней, но упустил. Серёж, ну зачем Даниле за мной следить? Оля, кто он вообще такой? Что ты о нём знаешь? Ну а спасатель на пляже? Не, Поль, что-то здесь не так. Надо этого Данилу проверить, потому что спасатели, которых я знаю, на таких машинах не ездят. Серёж, что ты к этой машине прицепился? Поль, я не хочу тебя пугать. Ну просто присмотрись к этому спасателю повнимательнее. Чтобы хуже потом не было. ЗВОНОК АДЛИЙСка Она не будет перестав triggered. АДЛИСка 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 ЗВОНОК АДЛИСка 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 НГК ЧТО АДЛИСка Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, Марк Эдуардович. Собрались уезжать? Куда не собрался, просто порядок наложил. Сколько же вы лет складывали туда свою зарплату, чтобы скопить такую сумму? Да? И почему вы держите ее не в банке? Так хрюлядь. А ты не идушься отвечать, потому что я тебя спрашивал просто так, для поддержания разговора. Ну что ты? Ты не понял моего предупреждения? Я прикрыл твой мелкий опт. Понял, понял. Послушай меня, вот эти деньги ты получил за последние несколько дней, еще не успел снести их в банк. И так постоянно. Ты получаешь деньги за смерть, несешь в банк. Там складывается твое состояние, а здесь умирают дети. День добрый, а где мне тренера найти? Ага. Здравствуйте. К чему обязан? А я хочу записаться на контраварийное вождение. Сколько водишь? Пять лет. Условия наши знаешь? Нет, ну вот пришел ознакомиться. Хорошо. Ну давай ко мне в кабинет. Миша, я сейчас. Вообще-то Полине пора уже в палату, она и так загулялась. Эй, 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 Шурик, что-то я тебя не узнаю, дружище. Да и я тебя, брат, узнал с другой стороны. В таком случае, давай расставим все по своим местам, чтобы зря энергию не тратить и не испортить нашу с тобой старую дружбу. Не понял, что ты имеешь в виду? Вот видишь, ты уже меня не понимаешь. Хорошо, выражусь яснее. И пароль? Полина? Ответ? Тима Ниднестана. Она мне нравится. И при том очень. И я этого не скрываю. И мне тоже. Она нравится. Очень. Что делать будем? Вот это вечный вопрос классической русской литературы. И еще есть. Кто виноват? И куда идем? Хорошо, есть предложение. Сколько метров до того фонаря? Ну, метров двести. Вот и отлично. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте, Зоя. Мы бежим. Кто первый добежит, тот и прав. Идет? А идет. Снимай сандалии. Побежали. Как дети. Следующий вопрос. Кто взорвал мой офис? Ваш офис взорван? Да ну! Весь город знает, а один Марк Эдуардович Людкевич не знает, что мой офис взорван. Что случилось с нашим Мариком? А при том, что твои маленькие друзья по кайфу могли прийти к тебе. И ты обмочился. И в обмен на свою вонючую жизнь сдал им меня. А может быть, даже следил, потому что ты знаешь, где я бываю, когда. Ты знал, в какое время я вернусь из больницы. Именно в это время подгадали взрыв, чтобы я испугался. Ах, ах, ах. Огонь, пламя. Ни хрена. Как я мог за вами следить, Дмитрий Сергеевич? Я же все время в клубе. А я тебе расскажу. Любой из твоих клиентов за дозу не только проследит за мной, но и шлепнет меня при великом удовольствии. Ах, Марк, Марк, ведь мы договаривались. Так я больше не торгую. Шершель Афам. Не говори про меня по-французски, а то у меня аллергия начинается. А что такое «Наша дама»? Француженка? Тебе это для работы, знаете, совсем не обязательно. Где Марк? Не знаю, ничего вообще не понимаю, что у вас здесь происходит. Репетиция сорвалась, балет волнуется. Ну, леди с Фаэтона, Фаэтон уйдет быстрее. Будет больше свободного времени. А ты что такое, нашел новую работу? Переквалифицируюсь в автогонщика. Они говорят, деньги лопатой гребут. Ты что, смеешься, что ли? Они их тратят тележками. Не думаю, что для тебя это очень выгодно. Хотя, в принципе, знаешь, могу узнать. Кстати, мать Полины давным-давно в этом бизнесе. Могу узнать. А кто отец Полины? А отец Полины, он частный предприниматель и довольно успешный. А что такое? Точно. Проблема решена. Полина, моя идеальная пара. Ну, смотри, родители что надо. Танцует она хорошо. А пока Инга выкарабкается, танцевает разучишься. А, Боря, 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 постой. Есть одна маленькая проблемка. С Полиной танцую я. Пока. Все-таки я всегда говорил, Шурик, что дважды два четыре, а волк попадает в Каспийское море, проигравший, но непобежденный. Браво, поручик, сила духа, как песни нам строить и жить помогает. Слушай, Данька, ну скажи, зачем тебе эта провинциальная девчонка? Ну, что ты с ней будешь делать? Ну, ты уедешь, бросишь ее, она останется с разбитым сердцем, как поется в плохих, павсовых песнях. Или ты хочешь взять ее с собой, а? И что она там будет делать при тебе вот при таком, а? А вот это уже только мое дело. Вы согласны, родитель? Слушай, Даня, ты хоть раз подумай, не только о себе, а? Ломать легко, сложнее строить. Ага. Все-таки моя бабушка оказала на тебя свое влияние. Очень она любит такие амфоризмы. Ну, я прекрасно во всем разберусь сам. И мне бы не хотелось приехать сюда в следующий раз и мне встретить тебя среди своих друзей. Ты знаешь, мне бы тоже этого не хотелось. Это Марик навел на меня своих друзей. Больше не будет. Дмитрий Михайлович, что вы с ним сделали? Пусть посидит, подумает. Стишок помнишь? Крошка сын пришел к отцу и спросил Кроха, что такое хорошо? Стишочек-то не из нашей жизни. Вы его... Да, я его. Значит, сегодня резко входишь в поворот. Особенно на втором круге. Заметил? Заметил. Так не дала. Не делай этого. Хорошо? Хорошо. Я больше не буду. Петрович, скажи мне, а когда намечаются наши гонки? Со спонсорами надо все денежные дела утрясти. На день города. Но надо втиснуться в эту программу. Понимаешь? Все хотят засветиться на праздники. Заметил. 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 Мак, Марк, ну сколько ждать-то можно? Все, мы готовы давным-давно, а? Дурдом какой-то. А что это вы тут, наш дорогой маэстро, делаете? Репетируете новый номер нашего балета? Там злой Кощей над златом чахнет. Отвяжи меня. Че-то у меня руки онемели при виде такого сказочного богатства. Че уставился? Денег не видал, отвяжи. Честно говоря, в таких количествах никогда. Что же нам с вами делать, дорогой маэстро? Вот уж поистине дорогой. Сколько ты хочешь. Ну, пожалуй, и все. Морда у тебя не треснет? Фу, маэстро. Раньше вы цитировали Ницше. Слушай, отвяжи давай уже, а? А то что? Ну, ладно тебе, Борис, ну, отвяжи, ладно. Не слышу выгодных предложений. Десять процентов. Увы, мне очень жаль. Двадцать. Черт с тобой, тридцать. Да, кстати, а сколько там денег? Призовой фонд намечается очень хороший. Не, не просто хороший, а очень, очень хороший. Я не буду говорить. Шахов заинтересовался, от него приходили. Спрашивали, что, как. Про тебя спрашивали. Сказал, наша звезда. Шахов? Да. А зачем я ему? Марк Эдуардович, а у вас, случайно, пакетика не найдется? А то я на такой улов даже и не рассчитывал, а мешок как-то из дома не взял. Обойдешься. А куда это вы собираетесь? Тебе адрес оставить. На чашу кофе будешь забегать. А как же наш балет? У нас же были такие замечательные постановки, свежие идеи. Кто тебе сказал, что мы с тобой расстаемся? Все, ты мне стал очень дорог. Надо отработать то, что взял. Значит, Шахов очень быстро узнает, кто за ним следил и зачем. И не только это. Так что ты мне на поводке, друг мой. О компрене? Как говорят нас в Париже. Давай на трассу. Мягче, мягче входи в поворот, хорошо? Это надежнее. Ну, вот и встретились. Здравствуйте. Привет, Вадим. Рад тебя видеть. Спасибо тебе. Ну, ты знаешь за что. Да ну перестань. Потому что с Евгеном в тот раз как-то не очень красиво все получилось. Вадим, можно, я тебя спрошу, но я рассчитываю на правдивый ответ. Попробуй. Ты ведь тогда пришел закрывать наше СТО? Потому что давай не будем форошить прошлое. Но это еще не значит, что вы с мужем должны расслабиться и спать спокойно. Открою тайну. Некто скупает все СТО города. Подразначу Попалеевой и вам не отвертеться. Я вас не защемил, но кто-то это обязательно сделает. Шах. Не знаю. Мне моя работа недорога, а вот жизнь дорога. Я хотела твое тело, когда ты танцевал. Улетала за пределы, ты имя мое шутал. Обвивала твои плечи мыслями страстными. Прижимай меня ближе к сердцу, крепче меня держи. С тобой одной мне ночи мало. Танцуй, она меня поймал. Любовь и за руки держал тебя.